здравствуйте товарищи слушатели сегодня мы хотим предложить вашего внимания заключительную 10 главу работы Владимира Ильича Ленина детская болезнь ливизны в коммунизме эту главу Владимир Ильич назвал некоторые выводы то есть он как бы подытоживает все все предыдущие 9 глав и делает некоторые выводы ну первый можно сказать вывод делает такой Владимир Ильич и говорит что все дело теперь в том чтобы коммунисты каждой страны вполне сознательно учли как основные принципиальные задачи борьбы с оппортунизмом и левым докринерством так и конкретные особенности которые эта борьба принимает и неизбежно должна принимать в каждой отдельной стране сообразно оригинальным чертам ее экономики политики культуры и ее национального состава то есть он говорит что необходимо учитывать борьбе с оппортунизмом и левым доктринерством национальные особенности стран которых коммунисты участвуют в этой борьбе и далее он говорит что надо создать действительно централизованный действительно руководящий центр способный направить международную тактику революционного пролетариата в его борьбе за всемирную советскую республику и говорит что пока существует национальные и государственные различия между народами и странами эти различия будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе эти различия единство интернациональной тактики коммунистической рабочего движения всех стран требует не устранение разнообразия не уничтожение национальных различий это вздорная мечта для настоящего момента а такого применения основных принципов коммунизма который бы правильно которая бы правильно видоизменяла эти принципы в частностях правильно приспособляла применяла их национальным и национально-государственным различиям то есть разъединяет мысль о необходимости учета национальных различий далее такой продолжает делать делать выводы владимир речь остановиться на такой мыслим на таком выводе что и говорит теперь надо все силы все внимание сосредоточить на следующем шаге который кажется и с известной точки зрения действительно является менее основным но который зато более практически близок к практическому решению задачи а именно на отыскание формы перехода или подхода к пролетарской революции то есть что нужно сделать чтобы подойти как можно ближе к пролетарской революции об этом на этом теперь останавливается владимир ильич он говорит пролетарский авангард идейно завоеван это главное без этого нельзя сделать и первого шага к победе но от этого еще довольно далеко до победы с одним авангардом победить нельзя бросить один только авангард решительный бой пока весь класс пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда либо по крайней мере благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности поддерживать его противника было бы не только глупостью но и преступлением а для того чтобы действительно весь класс чтобы действительно широкие масса трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой позиции для этого одной пропаганды одной агитации мало для этого нужен собственный политический опыт этих масс таков основной закон всех великих революций то есть вот необходима поддержка масс и необходимо добиться чтобы у него появился политический опыт об этом говорит владимир и и продолжает делать выводы говорит очередная задача сознательного авангарда международном рабочем движении то есть коммунистических партий и течений уметь подвести широкие теперь еще в большинстве случая спящие апатичные рутинные космы непробужденные массы к этому новому их положению или вернее уметь руководить не только своей партии но и этими массами в течение их подхода перехода на новую позицию это очередной задачи нельзя выполнить без ликвидации левого доктринерства без полного преодоления его ошибок без избавления от них и далее он говорит пока речь шла и поскольку речь еще идет о привлечении на сторону коммунизма авангарда пролетариата до тех пор и по стойку на первое место выдвигается пропаганда даже кружки имеющие все слабости кружковщины тут полезны и дают плодотворные результаты когда речь идет о практическом действии масс о размещении если позволительно так выразиться миллионных армий о расстановке всех классовых сил данного общества для последнего решительного боя тут уже с одним только с одними только пропагандистскими навыками с одним только повторением истин чистого коммунизма ничего не поделаешь тут надо считать не до тысяч об сущности как сущности считает пропагандист член маленькой группы не руководивший еще массами тут надо считать миллионами и десятками миллионов тут надо спросить себя не только о том убедили ли мы авангард революционного класса а еще и о том размещены ли исторически действенные силы всех классов обязательно всех без изъятия классов данного общества таким образом чтобы решительное сражение было уже вполне назревшим и таким образом чтобы во первых все врожденные нам классы классовые силы достаточно запутались достаточно передрались друг с другом чтобы обессилили себя борьбой которая им не по силам чтобы во вторых все колеблющиеся шаткие неустойчивые промежуточные элементы то есть мелкая буржуазия мелкобуржуазная демократия в отличие от той буржуазии достаточно разоблачили себя перед народом достаточно опозорились своим практическим банкротством и чтобы в третьих в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое настроение в пользу поддержки самых решительных беззаветно смелых революционных действий против буржуазии вот тогда революция назрела вот тогда наша победа если мы верно учли все намеченные выше кратко обрекционные выше условия и верно выбрали момент тогда наша победа обеспечена вот какие условия необходимы то есть условия состояния общества и расклада общественных сил чтобы можно было перейти к революции так анализирует владимир ильич далее он говорит надо соединить строжайшую преданность идеям коммунизма с умением пойти на все необходимые практические компромиссы лавирования соглашательства зигзаги отступления и тому подобное чтобы ускорить осуществление и изживание политической власти представителей мелкобуржуазной демократии называющих себя социалистами чтобы ускорить их неизбежное банкротство на практике просвещающие массы именно в нашем духе именно в направлении коммунизму и правильно выбрать такой момент максимального распада между всеми этими опорами священной частной собственности чтобы решительным наступлением пролетариата разбить всех их и завоевать политическую власть вот такие как бы пути такие направления деятельности предлагает владимир ильич чтобы прийти к диктатуре пролетариата и далее он говорит отсюда вытекают два очень важных практических вывода первый что революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть всеми без малейшего изъятия формами или сторонами общественной деятельности второй что революционный класс должен быть готов к самой быстрой и неожиданной смене одной формы другое то есть учить использовать все возможные формы деятельности для общественной деятельности для завоевания политической власти и далее он говорит неопытные революционеры часто думают что легальные средства борьбы оппортунистичны ибо буржуазия на этом поприще особенно часто обманывала и дурачила рабочих нелегальные же средства борьбы революционны но это неверно верно то что оппортунистами и предателями рабочего класса являются партии и вожди не умеющие или не желающие применять нелегальные средства борьбы в таких например условиях как во время империалистической войны 1914 18 годов когда буржуазия самых свободных демократических стран с неслыханной наглостью и грабительский характер войны но революционеры не умеющие соединять нелегальные формы борьбы со всеми легальными являются весьма плохими революционерами не трудно быть революционером тогда когда революция уже вспыхнула и разгорелась когда привыкают к революции все и всякие из простого увлечения из моды даже иногда из интересов личной карьеры освобождение от таких горе революционеров стоит пролетариату потом после его победы трудов самых тяжких муки можно сказать мученической гораздо труднее и гораздо ценнее уметь быть революционером когда еще нет условий для прямой открытой действительно массовой действительно революционной борьбы уметь отстаивать интерес революции в нереволюционных учреждениях а зачастую и прямо реакционных в нереволюционной обстановке среди массы не способны немедленно понять необходимость революционного метода действия уметь найти нащупать верно определить конкретный путь или особый поворот событий подводящий массы настоящей решительной последней великой революционной борьбе в этом главная задача современного коммунизма то есть вот это при таких условиях при сочетании всех форм борьбы в том числе и легальных и нелегальных и должны уметь работать коммунисты тех партийных организаций которые ставят задачу перехода диктатуры прилетриата так говорит Владимир Ильич и и продолжает мы обязаны поэтому вести всю подготовительную нашу работу так чтобы быть подкованными как говорил покойный плеханов когда он был марксистом и революционером на все четыре ноги вот так завершает он эту мысль далее в этой в этой главе делая выводы Владимир Ильич говорит мы не знаем и не можем знать какая искра из той бездны искр которые отовсюду сыплются теперь во всех странах под влиянием экономического и политического всемирного кризиса окажется в состоянии зажечь пожар в смысле особого пробуждения масс и мы обязаны поэтому с нашими новыми коммунистическими принципами приняться за обработку всех и всяких даже наиболее старых затхлых и по-видимому безнадежных поприщ ибо иначе мы не будем на высоте задачи не будем всесторонние не овладеем всеми видами оружия не подготовимся не к победе над буржуазией не предстоящей коммунистической реорганизации всей жизни после этой победы то есть надо говорит владимир Ильич постоянно быть готовым и готовиться к тому что возможно сложиться может ситуация под влиянием кризиса революционная именно революционная и далее он продолжает что после пролетарской революции революции в россии и неожиданных для буржуазии и филистеров побед этой революции международном масштабе весь мир стал теперь иным буржуазия повсюду стала тоже иной она запугана большевизмом озлоблена на него почти до умоповрачения и именно поэтому она с одной стороны ускоряет развитие событий а с другой стороны сосредоточит внимание на насильственном подавлении большевизма ослабляя этим свою позицию на целом ряде других поприщ оба эти обстоятельства коммунисты всех передовых стран должны учесть в своей тактике миллионы экземпляров буржуазных газет на все лады кричащие против большевиков помогли втянуть массы в оценку большевизма а ведь кроме газет вся общественная жизнь именно благодаря усердию буржуазии пропитывалась спорами о большевизме теперь международном масштабе миллионеры всех стран ведут себя так что мы должны им быть от души благодарны то есть как бы борясь против большевизма они как бы способствуют тому что массы начинают разбираться что такое за большевизм и что он дает и поэтому владимир и продолжает они работают на нас они помогают нам заинтересовать массы вопросом о сущности и значении большевизма и они не могут поступать иначе ибо замолчать задушить большевизм им уже не удалось далее владимир и делает еще такой вывод коммунизм вырастает решительно из всех сторон общественной жизни ростки его есть решительно повсюду зараза если употребить излюбленные буржуазии буржуазной полиции и самое приятное для нее сравнения проникла в организм очень прочно и пропитала собой весь организм целиком ну то есть в общество имеет ввиду владимир и называя его организм и поэтому он говорит коммунисты должны знать что будущее во всяком случае принадлежит им а потому мы можем и должны соединять величайшую страстность великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний буржуазии во всех странах коммунизм закаляется и растет корни его так глубоки что преследование не ослабляют не обессиливают а усиливают его не достает только одного чтобы мы пошли к победе увереннее тверже а именно повсеместного и до конца продуманного сознания всеми коммунистами всех стран необходимости быть максимально гибкими в своей тактике великолепно растущему коммунизму особенно в передовых странах не достает теперь этого сознания и умения применять это это сознание на практике то то есть надо уметь говорит владимир юрьевич гибко принимать максимальный применять максимально гибкую тактику чтобы до конца продуманными действиями которые вывели к росту коммунистического влияния ну и как бы заключительный вывод в этой главе владимир юрьевич делает такой коммунисты должны приложить все усилия чтобы направить рабочее движение и общественное развитие вообще самым прямым и самым быстрым путем всемирной победе советской власти и диктатуре пролетариата это бесспорная истина но стоит сделать маленький шаг дальше казалось бы шаг в том же направлении и истина превратится в ошибку стоит сказать как говорят немецкие английские левые коммунисты что мы признаем только один только прямой путь что мы не допускаем лавирования соглашательства компромиссов и это уже будет ошибкой которая способна принести частью уже принесла и приносит серьезнейший вред коммунизму правое доктринерство уперлась на признание одних только старых форм и обанкротилась до конца не заметив нового содержания левое доктринерство упирается на безусловном отрицании определенных старых форм не видя что новое содержание пробивает себе дорогу через все и всяческие формы что наша обязанность как коммунистов всеми формами овладеть научиться с максимальной быстротой дополнять одну форму другой заменять одну другой приспособлять свою тактику ко всякой такой смене вызываемой не нашим классом или не нашими усилиями вот таким выводом он заканчивает эту десятую главу ну и мы с вами наверно остановимся закончил изучение этой работы ну мы конечно только часть часть выбрали из тех и мыслей которые говорит владимир ильич кто рекомендуем самим еще прочитать эту работу были бы полно ознакомиться с теми мыслями которые излагал владимир ильич ну и особенно вот и мы опустили ну исторические моменты как что происходило сто лет назад тем кто особенно интересуется истории будет интересно с этим ознакомиться вот что я хотел до вас довести пожалуйста какие то есть если вопросы или уточнение давайте обсудим наверно это одна из редких работ и владимир ильич упоминает марксистские кружки причем достаточно поздняя работа да 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 за ними тем не менее свою роль признает необходимость но почему упоминает марксистских кружках хотя уже по и дело уже после установления диктатуры предприятия потому что там был на третьем интернационале часто очень много новых партий только только созданных коммунистических партий из во многих странах которым ну которым еще предстояло учиться вот набирать опыт и поэтому владимир ильич как бы делится опытом и рассказывает как приобрести такой опыт который бы привел к нужным результатом привел бы к диктатуре пролетариата вот поэтому он и возвращается к началу как бы деятельности коммунистов новых вновь созданных партий более того что тогда сейчас есть же страны где общение коммунистических партий и собственно там чем не с кружка их и начинает и вас больше вариантов не очень но тут ситуация сейчас складывается так что после разгрома советского союза после разгрома ряда социалистических государств в восточной европе конечно сложилась такая ситуация что многие коммунистические партии конечно вновь стали создаваться стали избавляться от оппортунизма потому что именно оппортунизм привел к разгрому этих партий конечно вот то что о чем говорил владимир ильич 100 лет назад вот сейчас эти вещи очень даже актуальны для молодых коммунистических партий для возрождающихся будем говорить коммунистических партий так наверное надо говорить просто для возрождения коммунистической партии и построения 2 составляющие первое это все таки работа направление работа с рабочим классом то есть прежде всего профсоюзы они союзах кроме непосредственной работы с людьми нету теория теории есть кружка когда эти две вещи соединить чтобы с одной стороны теоретическая подготовка в массивских кружках как-то пересекала с рабочим движением а как очень просто пись потому что как только рабочий класс начнет ну как бы организовываться и ну как бы организованно заявлять о своем о своих претензиях буржуазии для того чтобы он мог грамотно отстаивать свои коренные интересы поэтому ему потребуется теория а для этого как раз вот и нужно объединить грамотных у тех кто владеет этой этой теории с теми кто будет практически осуществлять свои действия борьбы за коренные интересы рабочего класса организованного рабочего класса вот именно так видит надо понимать этот вопрос я предлагаю завершить наш кружок с вами товарища ставим без теории нам смерть наверное да но это понятное дело что без практики теория остается всего лишь идеей проверено на практике еще как сказал владимир вич вот в этой работе что один авангард нельзя бросать в бой потому что это будет не только неграмотно это будет преступление да что авангард как он завоеван но один авангард то есть одна коммунистическая партия ничего не сделает нужно организованное рабочее движение соединенное вопрос с одной стороны у нас есть теория с другой стороны практика кто-то ли должен третий со стороны перед ним или 1 должно влиться в другое теорию вырабатывает авангард как партия коммунистическая поэтому она она должна стремиться объединиться и усилия со всем классом поскольку коммунистическая партия есть авангард рабочего класса а не какого то еще не чьи то еще и объединять должны усилия авангард и основная рабочая масса для достижения коренных интересов этого класса есть в чате сегодня что-то пусто разворачиваемся